Парк лесотехнического университета, лесопилки по-народному. Не глянцевый вне туристических маршрутов, а между тем особо охраняемая природная территория федерального значения. А еще его смело можно назвать самым мистическим местом Петербурга. Здесь есть кладбище, военные бункеры, заброшенные башни и пруды, образованные разрывами снарядов. И тут живут люди. Все началось с разорения. В 1811 году англичанин Артур Дэвидсон набрал кредитов, чтобы обустроить тут образцовую ферму, да не расплатился. Земли конфисковали в козлу. Александр I перевел сюда из царского села практическое лесное училище, потому что тут росло много деревьев разных пород. Так начался форст, то есть лесной институт. Спустя 14 лет тут произошла кровавая дуэль. Событие настолько громкое, что в какой-то момент даже затмило внезапную смерть императора Александра I. Дуэлянты стояли на месте этих гранитных туб. Расстояние всего 8 шагов. В годы войны памятник разорвало снарядом. Нынешние камни – реконструкция 1960 года. А в 1988 поставили и вот эту плиту. 10 сентября 1825 года на этом месте состоялась дуэль члена Северного тайного общества Чернова с Новосильцевым. Секундантом Чернова был Рылеев. Похороны Чернова вылились в первую массовую демонстрацию. 20-летний поручик Чернов защищал честь сестры, который предложил руку и сердце 25-летний флигель, адъютант Новосильцев. И даже тайно с ней обвенчался, да передумал жениться, уступив противодействию матери, дочери графа Орлова. Знатная и богатая дама не пожелала родниться с безродным семейством. Отец Чернова был из крестьян, но выслужился до генерал-майора. Оба юноши были смертельно ранены. Новосильцев в печени скончался спустя 4 дня. Чернов в висок, пуля раздвоилась, попав в мозг и раскрошив челюсть. Поручик мучился две недели. Мать Новосильцева всю оставшуюся жизнь молила и благодетельствовала нищим, бездомным и больным. А из похорон Чернова будущие декабристы устроили манифестацию. За гробом шли полтысячи человек. Собрали 4 тысячи рублей. Еще 4 тысячи дал великий князь Николай Павлович. Говорят, именно это спасло его во время декабрьского восстания. Заговорщики могли убить нового царя, но благородно пощадили. Между прочим, именно Николай I утвердил план развития парка. При нем начинается высадка 8 тысяч редких пород деревьев. Разбивается дендрологический и английский сад. Новые здания, оранжереи, огороды, дороги начали осушать местность. И тут деньги кончились, и институт распродал часть территории под дачей. В конце 19 века тут устраивали воксал, гуляния, концерты, играла музыка. У главного входа в институт дачанин Иоганн Йенсен, известный художник, преподаватель Академии художеств, автор кариатит Мариинского дворца, поставил садовую вазу. Правда, это ее бетонная копия. Оригинал в оранжереи института. А копия стоит с 1970 года и разрушается. Ее обещают отреставрировать к 2025 году. В 1917 оазис зелени и чистого воздуха посреди выборской стороны избрали местом захоронения красногвардейцев, погибших при обороне революционного Петрограда от войск Красного. Тут же похоронены и выдающиеся ученые. А в блокаду парк стал ЗКП, запасным командным пунктом штаба Ленинградского фронта. Немцы знали о подземных бункерах и постоянно их бомбили. Больше половины редких вековых деревьев погибло, а некоторые пруды в парке образованы воронками от снарядов. А еще тут живут люди. Профессора испокон веку проживала в кампусе. В лихие 90-е квартиры приватизировали, кто-то умудрился что-то продать. И вот на территории университетского парка, частично закрытого для посторонних, сегодня живут чужие люди. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok